Молодость зелена В семье Анны и Алексея Мишатиных они содержат личное подсобное хозяйство, где выращивают кур и индюков. Насколько этот процесс трудоемкий и ответственный, испробуем на себе. Начало этой истории положило приобретение земельного участка, на котором глава семьи Алексей Мишатин своими руками выстроил небольшой летний дом и баню. Супруга Анна разбила огород, посадила плодовые деревья, а затем появились первые индюки, которых Мишатинам подарили друзья. Молодые люди попробовали вырастить подаренных птиц и у них получилось. Занятие так увлекло ребят, что в скором времени они решили самостоятельно разводить и выращивать не только индюков, но и кур. Для этого на участке построили курятник. Произошло это семь лет назад. Семейное увлечение переросло в твердое решение увеличить небольшое хозяйство до размеров мини-фермы. И в прошлом году молодые люди приобрели инкубатор, с появлением которого поголовье птиц выросло в несколько раз. У нас сейчас в планах приобрести большой земельный участок, больше пяти гектар, там построить курятник и сделать экоферму, зону отдыха, куда люди смогут приезжать, отдохнуть и кто-то возможно поухаживать, если кому-то это интересно, кто-то за продукцией деревенской. Ну вот в планах вот такое вот сделать. Кормит своих подопечных Анна преимущественно готовыми комбикормами. С увеличением поголовья в рацион птиц ведут зерносмеси. В планах семьи приобретение зернодробилки для самостоятельного изготовления корма. Кроме этого курочки и индюки лакомятся овощами, выращенными на участке, и фруктами, благодаря чему мясо птицы становится мягче и вкуснее. Сами, да, выращиваем. У нас всегда много кабачков, тыквы я всегда много сажу. Мелкий картофель идет, вход отвариваем, кормим, добавляем в мешанки. Хлеб сухой сушим. В общем, занятия есть всегда. Вот, кстати, морковная ботва, это на зиму заготавливаем, крапиву заготавливаем. В общем, лето у нас все занято, все в заготовках. Как признается хозяйка личного подсобного хозяйства, разведение птицы – дело очень затратное. Поэтому на семейном совете было решено использовать государственную поддержку. Так, у Стюжанка занимается написанием бизнес-плана для заключения социального контракта, на средства которого будут приобретены новые клетки для бройлеров. Кроме того, благодаря победе в районном конкурсе «Великоустюгское подворье» на выигранные денежные средства мешатины приобрели инкубатор на 210 яиц, что позволит в следующем году продавать населению куриц-молодок. Если на практике все более или менее понятно, как и чем накормить птиц, как инкубировать яйца, как вырастить молодняк, то с некоторыми законодательными моментами, в частности изучением санитарных норм, возникают вопросы. Для этого Анна Мишатина изучает массу полезной технической и юридической литературы. У меня образование экономическое, я с сельским хозяйством сталкиваюсь только в книжках, то, что читаю, но когда я задаю вопросы в управлении сельского хозяйства, мне всегда разъясняют, дают ответы и в принципе в помощи не отказывают. Если они что-то могут подсказать, они мне подсказывают, а так знающие люди, кто уже держит хозяйство, они подсказывают. Где-то я читаю на просторах интернета. Вот только в этом у меня сложности с какими-то законами. Ну, например, как далеко должен курятник находиться от жилых домов или от водоемов, какие должны быть размеры курятника. Ну, вот такое вот. Кроме кормления птиц, заготовки корма перед мешательными стоит задача содержать курятник в чистоте. В этом деле помогает вся семья. Генеральная уборка проходит раз в несколько месяцев. В нее входит полное очищение пола от куриного помета, обработка гашеной известью и подсыпка свежим опилком, сеном и биоподстилкой. Весь вычищенный из курятника помет уходит на удобрение огорода. И сейчас мы испробуем труд Анны на себе. Попробуем почистить хлев у курочек. Насколько это тяжело. Да, тяжеловато, я вам скажу. Второй этап. После того, как мы почистили клеточку у курочек, нужно засыпать свежий опилок. И разместить его по всей территории клеточки. Ну вот, как-то так. Пучок вот так вот взяла. Гнездо кругом его вот так вот сделала. И вот туда. И укладываем так, чтобы у них ямка там, ну, небольшая была, образовалась. И последний, заключительный этап, это корм курочкам. Нужно рассыпать специально вот отведенные для кормления места. Вот они у нас уже кушают он как активно. И сейчас еще им насыплем. По словам Анны и Алексея Мишатиных, никто из друзей и знакомых не ожидал, что ребята займутся сельским хозяйством. Сменив теплый, уютный офис и туфли на каблуках на, мягко скажем, не очень ароматный курятник и резиновые сапоги, Анна строит грандиозные планы. Спрос на деревенскую и экологически чистую продукцию есть, а значит, будет избыт. Как говорится, молодым везде дорога. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова